Всех приветствую, сегодня я вам расскажу о индейском племени Чокта. Давайте начнем с того, где они проживали. Раньше данное племя проживало на юго-востоке США. Поскольку Чокта проживали в долине реки, под названием Миссисипи, они были частью миссисипской культуры. Историк Уолтер Уильямс считает, что первые испанские колонизаторы встречались еще с предками Чокта. В 18-м столетии племя Чокта считали одним из пяти тех самых цивилизованных племен, так как они пользовались технологическими и культурными достижениями европейцев. Когда произошла американская революция, многие из Чокта помогали сторонникам независимости США. Племя Чокта и США заключили между собой девять договоров, и чтобы вы знали, целых три из них, а если поточнее три последних, были о выселении Чокта с их же земель. Следовательно, в 1831 году Чокта стали первыми из тех, кто пошел дорогой слез. Дорога слез – это принудительная резервация индейских племен на запад США. На пути туда индейцы умирали из-за недостатка еды, различных полезней и всего подобного. После племени Чокта на запад США отправились и оставшиеся четыре цивилизованных племени. А та часть племени Чокта, которая хотела остаться на родных землях, стала первой большой неевропейской группой людей, получивших гражданство США. Во время огромного голода в Ирландии в 1847 году племя Чокта собрало 710 долларов, чтобы помочь нуждающимся в еде ирландцам, за что последние благодарны им и по сей день. Во время всеми известной гражданской войны в США Чокта поддерживали, в основном конфедератов. После гражданской войны миссисипские Чокты, те, которые остались на своих землях, перестали существовать как отдельное племя индейцев, в то время как оклахомские Чокта. Те, которые ушли в резервацию на запад наоборот, боролись за свое признание. Во время Первой мировой войны язык Чокта использовался американскими радистами для передачи информации. На данный момент Чокта владеют предприятиями в сфере игорного и гостиничного бизнеса в Оклахоме и Миссисипи. Им удалось сохранить свою культуру, традиции, язык. Вот и подошло к концу наше видео, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, а на этом я с вами прощаюсь.